Чистые руки И для начала хочу сказать, что в целом по области на сегодня акции «Чистые руки» проведены уже три акции по области на сегодня. И сегодня мы также провели очередную акцию в данном детском дошкольной организации. Целью... А в какой дошкольной организации? Седьмой дошкольной организации «Арман». Мы провели данную акцию. В ходе проведения акции мы показываем детям слайд-шоу для того, чтобы объяснить о важности мытья рук. И также берем смывы на общее микробное число, для определения общего микробного числа. И до мытья, и после мытья также показываем, как мыть детям, маленьким детям руки. Что с гигиенической точки зрения мытье рук имеет очень большое значение. Ну, я знаю, что детки у нас любят вот так вот помочать немножко в водичке и все. Там с мылом, то есть в любом случае... О правилах мытья рассказываем. Это вот вы говорите уже третья акция. А кроме того, какие вы акции проводите с населением, именно поддерживающие здоровье населения? На сегодня мы проводим акцию с августа, с начала августа месяца мы проводим акцию «Выбирай безопасный продукт». Это в крупных торговых точках области и на рынках в целях формирования у населения навыков выбора безопасной продукции. В ходе акции также наш актюбинский филиал «Национальный центр экспертизы» на бесплатной основе проводит лабораторные исследования продуктов питания. И в ходе акции уже провели по области 17 акций по выбору безопасной продукции. И в ходе акции было исследовано более 496 проб пищевых продуктов. И на сегодня в 96 пробах растеневоческой продукции были выявлены превышения по остаточному количеству нитратов. И руководителям организации торгового объекта и рынков мы даем рекомендательное письмо по профилактике пищевых отравлений, острокишечных инфекций, что необходимо постоянно проводить лабораторные исследования. В таком ракурсе мы работаем. Ну вот слушайте, давайте подробнее расскажите о том, в каких продуктах выявлено соточное количество нитратов. Это продукты, какие-то более глубокие исследования проводились, это продукты, которые были завезены к нам откуда-либо, или это же наша местная продукция? В основном завозимая продукция, в основном было превышение в растеневоческой продукции. Это сливы, персики, бахчевые культуры, арбузы, дыни, лук, картофель, вот в таких продукциях, растеневоческих продукциях. И в основном была завозимая продукция. Завозимая. Ну, как я понимаю, нитраты добавляют для того, чтобы быстрее увеличить рост продукции, увеличить рост фруктов. Ну вот, например, вы можете сказать конкретно, что вот в такие-то вот месяцы, например, арбузы или дыни лучше всего не брать, а вот, например, на сегодняшний день, какие продукты, какие фрукты как бы рановато брать? Нет, ну сегодня уже конец августа, уже все успело. Да, да, как бы все успело. Да, да, все уже успело, и поэтому лучше, конечно, я бы департамент охраны общественного здоровья рекомендует покупать продукты питания в установленных местах, на рынках, на торговых объектах. И обязательно, если сомневаются в реализуемой продукции, то обязательно смотреть, требовать сопроводительные документы, которые удостоверяют их качество и безопасность. И обязательно, конечно, потребитель должен смотреть на условия хранения и реализации данной продукции, чтобы не на земле, чтобы были на прилавке, чтобы реализовалась данная продукция. Ну вот, а если, например, произошло отравление данной продукцией, как может человек доказать, что он все-таки покупал у этого продавца конкретного тот или иной товар, тот или иной фрукт или овощ? Каким образом? И кому обратиться, чтобы, как свои, я не знаю, возместить ущерб, который был нанесен? Ну, обязательно, в первую очередь, конечно, и поэтому мы рекомендуем всем покупателям покупать в установленных местах, это объекты торговли и на рынках, но хотя на рынках не даются чековый, фискальный чек, но обязательно нужно потребовать, чтобы был фискальный чек. При покупке любой продукции, независимо, это растеневодческая продукция, либо другая продукция. Получается, что потом человек должен к вам обращаться с той или иной... Да, если имеют какие-то претензии по качеству безопасности данной продукции, конечно, может обратиться в территориальное управление охраны общественного здоровья, это по проспекту Сангвай-Батыра-1, здание ПОЖ, второй этаж городского управления. Как я понимаю, вот у вас раньше ваш департамент назывался департамент по защите прав потребителей, да? Сейчас у вас изменилось название по охране общественного здоровья, изменились ли функции департамента или же они остались теми же? Значит, указом президента Республики Казахстан, вот мы с апреля месяца были, санитарно-эпидемиологическая служба страны претерпела ряд изменений, создан комитет охраны общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан и, соответственно, были изменены территориальные подразделения. На сегодня мы называемся департаментом охраны общественного здоровья и на нас возложена функция, это охрана общественного здоровья. То есть на сегодня мы занимаемся как профилактикой инфекционных заболеваний, так и профилактикой неинфекционных заболеваний. Сейчас мы будем, работаем по профилактике неинфекционных заболеваний, это по пяти направлениям. Это болезни системы крови, кровообращения, травмы, злокачественные новообразования, хронические заболевания легких и сахарный диабет. Вот сейчас буквально через несколько дней начинается новый учебный сезон и одной из вот таких вот проблем, которые происходят, иногда происходят в наших школах, это проблемы, связанные с питанием в наших столовых. Будет ли работать департамент охраны общественного здоровья в этом отношении, будет ли проверяться столовые точки питания в наших городских школах? Конечно, по особому порядку, согласно графика проверок, по особому порядку мы планируем их и обязательно мы их проверяем по особому порядку. То есть если... Да, на сегодня 390 школ имеют столовые, значит, для обеспечения горячим питанием и 5 школ это буфетного характера будут питания. То есть если, не дай бог, произойдет какой-нибудь случай, где ребенок отравится или получит заболевание вот кишечного трактора. Обязательно мы это уже выходим во внепланном порядке по экстренному, по экстренному. Выходим во внепланном порядке и проводим все противоэпидемические мероприятия. И одним я же сказала, что мы занимаемся профилактикой неинфекционных заболеваний, и поэтому мы будем работать по профилактике также рационального питания. То есть будем разъяснять, будем работать среди населения по профилактике рационального питания, по профилактике заболевания поведенческого характера. и также многие другие по другим направлениям. Спасибо большое. Хотелось бы отметить, что в нашей студии была заместитель руководителя Департамента охраны общественного здоровья Гульбану Лунбетовну-Даулитову. Спасибо вам большое. До встречи.